Мониторинг социальных сетей, обратная связь с населением, анализ информации каналов 112, Единой дежурно-диспетчерской службы и системы «Безопасный город». Эти обязанности сегодня легли на плечи специалистов Первого муниципального центра управления. Открыли ЦУР Анапа на базе Единой дежурно-диспетчерской службы. Все, что происходит в городе, и будь это происшествие какое-то, которое мы узнали через камеру видеонаблюдения, системы аналитики, либо это какое-то происшествие, которое мы узнали в социальных сетях, Все тут же в единый момент стекается в этот самый центр управления муниципальным образованием, где уже специалисты по направлениям могут принимать оперативно-управленческие решения. Самая главная оперативность и прямая связь с жителями. То есть мы по каналу информации какому-то получили сообщение об инциденте, и тут же оперативно реагируем, оперативно вызываем службы, оперативно отвечаем заявителю. Простой пример – решение проблемы несвоевременного вывоза ТБО. Зная график работы мусоровоза, контакты ответственного по участку и номер водителя машины, специалист может напрямую обратиться к работникам. И решение вопроса не займет много времени. Сейчас здесь работают 8 сотрудников, каждый закреплен за отдельным направлением – от ЖКХ до образования. У нас специфика есть своя курорт, но в летний сезон у нас будет сюда подключаться история, связанная с курортами, с туризмом, история, связанная с какими-то экскурсионными вопросами. То есть там, где максимально люди остро реагируют на уровень, на качество сервиса, который предоставляется. Это тоже здесь в обязательном порядке будет все мониториться. Сейчас наш Центр управления муниципалитетом можно назвать пилотным проектом. Он стал первым в России. Однако Краевой ЦУР уже доказал свою эффективность. Он был открыт в прошлом году и за это время получил серьезный опыт. Центр управления регионом, имея за два с половиной месяца достаточно большой уже опыт запуска таких процессов, готов этими работами делиться. То есть мы готовы передать всю методологию, оказать всевозможную помощь и поучиться многому у вас. У вас есть возможность отпилотировать какие-то вещи на своем уровне так, чтобы потом этот опыт мы могли применять на территории всего Краснодарского края. Большое вам спасибо за готовность. Это большая ответственность. Мы сделаем все для того, чтобы у нас вместе все получилось. Это действительно соответствует то, к чему мы идем. А тем более, учитывая специфику региона, специфику конкретно побережья и кулкорных порогов, конечно, здесь необходимо двигать вперед и апробировать вот такие инновационные решения. И ваша база, которая сегодня есть, которую вы сегодня показали. Мне кажется, что городам соседям стоит взять на вооружение такую историю. И тоже как раз в этом отношении двигаться. Сейчас на курорте ведется работа по модернизации безопасного города. В этом году в Анапе будет увеличено количество камер на центральных улицах. Кроме того, система будет улучшена. Специалисты планируют разработать программу, которая сможет выявлять нестандартные ситуации в городе и на пляжах. Вопросы безопасности, вопросы комфорта, сервиса, они стоят на особым контроле у нашего губернатора региона. И поэтому сегодняшний центр управления региона в городе, который исключительно работает в фарватере в продолжении центра управления региона в Краснодарском окрае, в первом классе, который возглавляет. Это такое, знаете, муниципальное звено для оперативной взаимосвязи с населением и с органами местного самоправления. ЦУР Анапа начал свою работу с сегодняшнего дня. Главная задача – сделать его центром умного города, что позволит не только оперативно реагировать на предложения и жалобы анапчан, но и анализировать информацию от всех подсистем. Все это позволит принимать максимально эффективные управленческие решения.